Здравствуйте! Добро пожаловать в Турцию. Анталья. Многих сюда не нужно приглашать особенно. По-прежнему популярное направление у наших туристов. И сегодня здесь футбол. Российская сборная проводит товарищескую встречу со сборной Кении. Уникальное в своем роде событие, потому что для книйцев это вообще первая в истории встреча с европейской сборной. Для сборной России это первая в истории встреча с соперником из Кении. Резервный арбитр. Стартовый свисток прозвучал. И давайте знакомиться с составами играющих команд. Сегодня была игра против команды Сан-Паулу, которая завершилась со счетом 1-1. Поздравляем нашу молодежь и поздравляем наших взрослых парней. Потому что видите, как удачно так случилось. Александр Соболев отправляет мяч в сетку ворот. Правда здесь какое-то повреждение получает вратарь сборной Кении. Даже выбегают на поле доктора. Атака голевая начинается в таком хорошем современном стиле. С прессинга, с перехвата. Вот Максим Мухин здесь использовал эту оплошность защитника сборной Кении. Который потом получил изрядный нагоняй от своих партнеров по команде. Это Энтони или Тедди Акуму. Шестой номер, как с некоторыми другими африканскими государствами. А связи все-таки объединяются с российской командой. А вот сейчас ошибка допускает и наша сборная. И мяч в сетке ворот. Но над что такому случится. Кениицы подарили гол нам, а мы ответили им любезностью. Причем это Дмитрий Баринов сделал такую неаккуратную передачу. После которой вроде бы Илья Помазун еще пытался спасти ворота нашей команды. И даже вроде бы ему удалось заблокировать первое касание. Но дальше, посмотрите, что происходит. Ну как же так? Под давлением. Понятно, под давлением. Здесь Дмитрий Баринов может быть дело не в его вине. Легко падает, складывается. Мы уже видели, если такое произойдет в штрафной площади, будут подозрения на 11-метровые. Этого нам не надо допускать. Какая срезка неприятная. От головы Георгия Джики. И мяч в сетке ворот. Ну тут уж ничего не подпишешь. Мяч срезался удобнейшим образом для кенийского футболиста. И Масуд Джума, 16-й номер команды из клуба «Джабалаин». Уступает он во втором дивизионе чемпионата Саудовской Аравии. Отправляет легкий мяч в сетку Ильи Помазуна. Посмотрите, здесь он во взайде находится. Киану, а большое число очень проходимых морских портов. Но тут внимание! По проходимости наша штрафная площадь сегодня, надо сказать, в первом тайме с кенийскими морскими портами вполне соперничает. Удар по летящему мячу очень красивый. Получился гол. А вот! А вот летящий мяч! Но не в створ ворот. Однако, это Георгий Джике. Будет работать студия у нас в перерыве. Не отвлекайтесь серьезно и надолго. Ну как отвлечься от такой игры? У нас снова был риск пропустить. И сейчас наносил удар Олунга. Справился с ним Илья Помазун. И прозвучал свисток турецкого арбитра. Первый тайм этого матча в Анталье на стадионе Мордан. «Титаник» завершен. К сожалению, российская сборная открывшая счет. Это сделал Александр Соболев. Судья из Турции, Аттила Карауглан. Проверяет сейчас количество вышедших на поле футболистов с обеих сторон. И игра возобновляется. Далеко не всегда в стартовом составе. Как сейчас легко его Майкл Олунга обокрал. Капитан сборной Кении. Он же получает мяч! И еще один опасный удар в сторону наших ворот. Удар неточный, к счастью. Но вообще очень здорово. Олунга отработал весь эпизод. Он отобрал мяч в центре поля у Миранчука. Посмотрите, очень чисто это сделал, аккуратно. И дальше дождался передачи от своего партнера. Здесь еще расправился с Евгеньевым. И Евгеньевым, ну, как расправился, просто фактически Алексей Миранчук. Аккуратный заброс мяча. Здесь требуется скидка. Вот скидка и удар после скидки. Красивая комбинация наших. Пробивал Далер Кузяев. Но вратарь кенийской сборной в порядке. Далер Кузяев уже пару мячей за Гавр в чемпионате французском забил. Гавр пока находится в нижней части таблицы. И очень стараются наши болельщики. Их постоянно слышно. И создают такую атмосферу. Почти как на Динамо. Максим Мухин удар. На каждый из них пытается принести пользу. Это Горшков, Пеняев. Подача в штрафную площадь опережает здесь Ивана Сергеева. Дольный удар капитана. А, простите, Данил Глебов. Данил Глебов, но тоже был капитанский опыт у него. А вот предыдущий эпизод с Мухиным, которому там немного ассистировал один из футболистов кенийской сборной, от которого мяч отскочил. Но и по летящему мячу хороший удар нанес. Кузяев. Снова Сильянов, он уже правый. Хотя слева начал движение. Удар! И гол! И гол! Александр Сильянов! Зашел в штрафную площадь. А Иван Обляков сравнивает счет. 2-2. Ну, я бы отметил, конечно, кроме точного удара Ивана Облякова, вот это движение Александра Сильянова. Знаете, это было, я бы сказал, несколько нетипично. Это было неожиданно. Браво 27-й номер и браво 22-й. Вот Сильянов, смотрите, начинает движение. Он левый защитник. Вышел в позицию фактически правого крайнего. И звучит финальный свисток. К сожалению, великому победы нам здесь добиться не удалось. Но я поздравляю российских болельщиков с тем, что мы и не проиграли. Сегодня 109-й сборной мира. Dit института. Хотел? Послед